Мы остановились на трассе Новороссийск-Геленджик, на берегу Черного моря. Берега, правда, здесь не видать. И вот Игнат Тихонович прогуливает своего воспитанника, урагана-чемпиона Сибири. А вон Черное море. Вон он берег. Плохо видно. Вот мы где. Утренняя молитва. И помилуй. Прими нашу молитву. И сохраняй нас под всякое родное греха. И премякнул подай в гостер. Прими нашу молитву. С молитву на сердце. Болящих и Геннадий, и Геннадий. Будь боги. Услыши и исполни молитву всех, болящихся о нас, во благо нам, Господи Божий наш. Да будет благословен этот день. Даруй нам здравия, животному, и благополучия в транспорте. И предстоящие встречи сегодня, да будут освящены Твоим присутствием, Господи. И там, где провели ночь, это место, это будет напоминание многим о вечности. А пролитый Тобой у крови, Христос, Господь Божий. А спеки его и помилуй. Капитан, я вам никогда не счастлива. Добрый ангел-завитель, вы сопутствует нам, вы защитит и сохранит. Аллилуйя, говорю Господи, Владыка, слушай трампу и любил издяния Бога наших. От жертвы вечерния, как благополучание, приятное пред престолом благодати Твоей. Аллилуйя. Всего вам слава Христу. 8 июля 2013 года, прошли то, а все идем на Адер, впереди Сочи. Вот такой опасный серпантин. Столько людей, я все думаю, как начнется дележ России. Как все здесь в этот период. Мы вчера попали только на какую-то выставку. Ночь, никто не спит. Возраст один пришлось здесь уже в 12 полместных людей, в море. Разве это курортное место, самое сезонное. И очень опасно. И неосторожнее через жизнь, даже пьяные валяются, хотя и резко. Резут прям по колесам. Очень нелегко шоферы, поэтому помиться надо всегда. Чтобы Господь дал бодрости. Ночевали, встали рано и поехали. Обычно мы дожидаемся близлежащий город. Ну и шофер отдохнет. А сегодня не пришлось. 12, а уже еще 5 нету. 5. Мы уже на ногах и сразу поехали. Утром молитву считаем в пути. Часть молитвы я считаю, а остальное литвы я считаю. Вот видите, как дорога, как длина и длина. Но в трех, вот такой лаковый кусок, как Ливия. Это проглотит любое государство. Все сделает, чтобы прибрать к рукам. Курорт. Курорт. Корабли вчера посмотрели. Грузят пшеницу. Прямо под Кабайном внизу. Большие машины с прицепами. Их сотни, наверное. И прямо на корабле, видно, грузят. Я посчитал, только вдали на рейде около 10 кораблей стоит. А в Новороссийске все забито кораблями. То есть будет время, когда будут посыпать пеплом голову на море. Написано в откровении 17-18 глава в Аппиа. Как погиб такой великий город. Мы понимаем, что это о Москве речь идет. Эти события занаряжены у Бога. Желаю я, не желаю. А они обязательно должны быть. Это Божий план. Разбитие человеческого общества. А наше дело только молиться. Благодаря Богу.